Седьмого месяца, мне хочется так, чтобы лучше это запомнилось, на тексты Писания с числовым таким смыслом 10-7. Сначала прочитаем из Псалма 10 стих 7. «Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника». А также из книги Придь Соломона 10 главы 7 стих. «Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеек». Вот Господь сегодня обращает наше внимание на это ключевое слово «праведность». Что такое праведность, непонятно многим. Чистота и правильность в отношениях с Богом. Таков смысл слова «праведность». И Слово Божие говорит нам, что «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». В чем причина его такой смелости и непоколебимости? В том, что он облекается, как мы читаем в послании к Ефесианам, апостол Павел пишет в 6 главе, «в одежду праведности». Вот здесь мы читаем, в частности, стих 14. «Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинною и облегшись в броню праведности». Добрые воины Иисуса Христа всегда мужественны и тверды, только потому, что у них вот это вот непробиваемое оружие, защитное, вот это вот амуниция, которая называется праведностью, причем, если в иудаистской религии это праведность человеческая, это человеческое благочестие, человеческое правильное поведение, соответствие нормативам ветхозаветного закона. Ведь слову «праведность» противоположно слову «беззаконие» или «нечестие», это антонимы. Так вот, мы, христиане, понимаем под праведностью прежде всего праведность Божью, праведность Христову. Именно это одеяние защищает нас от раскаленных стрел лукавого и помогает все преодолевая устоять в истине и победить. Мы сегодня благодарны Богу за то, что Он открывается нам как праведный Бог. В книге «Второзаконие» в 32 главе, в 4 стихе мы читаем, Бог верен и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. И действительно, как пророк Амос говорит в 5 главе, в 24 стихе, «Пусть, как вода течет суд, и правда, как живой поток». Вот сегодня мы этот сильный поток Божьей праведности ощущаем на себе, потому что Дух Святой, который обеспечивает духовную составляющую Царствия Божьего, находящегося внутри нас, в соответствии с посланием к римлянам, 14 главой, 17 стихом, где говорится, что Царствие Божье не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. Именно благодаря вере нашей, вере Божией, мы обретаем вот это вот измерение праведности. И недаром сказано в послании к евреям, в 10 главе, в 38 стихе, «Праведный верою жив будет, а кто поколеблется, не благоволит, к тому душа моя, говорит Господь». То есть сегодня, в тот период, когда люди ищут эликсир бессмертия, когда ищут пути к преодолению старения, к продлению жизни, к долголетию, в конце концов, по большому счету, к отключению программы смерти и к вечной жизни, в этот момент звучит нам слово Божие. «Праведный верою жив будет, и не надо ничего делать нам в ДНК, потому что в нашей программе, вот этой вот наследственной, в этом генетическом коде, Господь производит удивительное преобразование. Он дарует нам новую сущность, Он дарует нам от Духа Святого обновление, преобразование, которое является залогом нашей вечной жизни, нашего бессмертия во Христе». И недаром Господь Иисус Христос, когда провозглашал Нагорную проповедь, Он сказал «блаженные, алчущие и жаждущие правды». Правды – это значит воли Божьей. Когда-то Он сказал Иоанну Крестителю, который пытался остановить Его на пути к крещению, Он сказал «оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Правду – это значит волю Божью. Вот апостол Павел проповедовал всю правду Божью первым христианским церквам. И точно так же и мы сегодня говорим о том, что правда Божия заключается в воле Божьей, в исполнении вот этого вот десятисловного закона, который можно синтезировать в двух предложениях – быть любящим Бога и любящим по отношению к ближним своим. И Господь Иисус нам объясняет, что те, которые привиты к лозе жизни, то есть к Нему, они имеют эту перспективу вечной жизни. И сегодня мы в Духе Святом обретаем такую уверенность, такую убежденность. Дух Святой, как до меня прозвучало в проповеди брата, обеспечивает духовность нашей жизни, нашей речи, нашему служению. И без Духа Святого не может быть никакой речи о духовности, поскольку только Дух Святой, наполняющий нас, обеспечивает ту вот плотность духовности, которая появляется в наших сердцах. В противном случае это опустошение. Сегодня многие люди совершенно пусты внутри, потому что они питаются не из источника Слова Божьего, а из водоемов разбитых, которые они держат воды. И поэтому нет плотности в их жизни. Говорят, что в литературе, в поэзии очень важна насыщенность строки, плотность всякого рода литературных образов. Точно так же и в нашей духовной жизни. Вот сегодня исполняется 160 лет со дня рождения Николая Тесла, который был выдающимся американским ученым сербского происхождения. Так вот, в честь Его появилась вот такая единица в физике, которая обозначает плотность магнитного поля. И называется она Теслой. В нашей духовной жизни Дух Святой обеспечивает вот такую плотность духовную, нашу насыщенность. И мы благодарны Богу за то, что нам сегодня открываются эти божественные истины. Истины, которые связаны с Духом Святым, Духом Истины, указывающим нам на абсолютную истину, то есть на Иисуса Христа. И люди, которые не имеют Христа, они пытаются найти свое успокоение, удовлетворение в различного рода развлечениях. И братья уже говорили сегодня нам об этом. В частности, сегодня, в 10-й день 7-го месяца, мне хочется напомнить вам из 1-го послания Коринфянам 10-й главы 7-й стих. Здесь есть такой прецедент. Не будьте же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить и встал играть». Сначала начинается плоскостное царство плоти. Написано оно не пища и питье, а народ присаживается для того, чтобы есть и пить. А затем встает и некую такую высоту обретает. Некоторое вертикальное положение, некоторую иллюзию удовлетворения их пустоты. И это называется развлечениями. В конце концов, они начинают поклоняться золотому тельцу, стяжают против себя гнев Божий. И очень много там было погибших. И Моисей должен был поставить образ медного змея для того, чтобы эти люди, поражаемые змеями, обрели антидот или противоядие в своей вере, а не вот в этих развлечениях. Вот знаете, то же самое наблюдается и сегодня. Дьявол модернизирует различных идолов и истуканов, но они остаются тем же самыми по своей сути, потому что за ними стоят бесы, стоят демоны. Вот не так давно сообщили в Испании очередной, как говорится, паломнический круиз со всех стран земного шара совершили туристы для того, чтобы там побегать вместе с быками, для того, чтобы посмотреть на корриду, для того, чтобы быть затоптанными ими. И надо сказать, и мудрый японец там пострадал, и сам испанец, и некоторые другие. Вообще за последнее время, говорят, 15 человек там погибло. Но когда мы размышляем об этом, мы думаем и о верующих людях, которые ищут всякого рода развлечений, знамений и чудес. Туристы ищут развлечений и выброса адреналина, и ради острых ощущений к смертельным тянутся долинам. Бык, золотой телец их идол, общение с ним так романтично, влечет паломников коррида преемственностью экзотичной. Опять в Испании туристы бегут по улицам с быками, спасаясь от рогов ветвистых, прокалывающих их ткани. Жертв ожидают минотавры. На фестивале ежегодном 15 раненых не встали, земли на шабаше народном. От беготни такой с быками, с потерей умственных ресурсов, ожесточаются, как камни сердца любителей безумства. Жить ради острых ощущений, сбиваясь с правильного курса, хотят адепты развлечений, экстремального искусства. И мы сегодня видим, как некоторые люди, не наигравшись во всякие роды милитаристские игры, движутся в сторону фронтовой линии, для того, чтобы там поливать друг друга артиллерийским огнем, и снарядов, и сградов, и тому подобных артиллерийских систем, для того, чтобы убивать и мирных, и гражданских. То есть сатана сначала это предлагает, как некую игру, как некое развлечение. И всякого рода садисты, убийцы, которым противны заповеди Божьи, они устремляются вот к таким полям сражений, к таким Армагеддонам. Впрочем, это было во все времена, во все века. И в предыдущем, в 20 веке, это приобрело глобальные масштабы. Это наблюдается и сегодня, и в этом удивительного ничего нет, потому что дьявол ту же самую тактику опробирует в разных местах земного шара. Где-то там в районе Ирака он организовал исламское государство с перспективой халифата, называемой Игилом. У нас в Донбассе тоже определенные зоны такие организовывают. Сценарий дьявольский нам хорошо известен. Мы сегодня слышим иногда, как теракты происходят то в Стамбуле, то в Багдаде, то на Цейлоне или в других местах земного шара. И все они примерно по одному и тому же варианту, по одному и тому же рецепту совершаются. Это говорит о том, что у дьявола есть территориальные бесы, которые, консультируясь с ним, организуют подобного рода массовое убийство. Но если бы на этом остановилось, мы знаем, что это только нагнетание страстей, нагнетание напряженности. Кому-то это игры, а кому-то это серьезные потери, слезы, вдов, матерей. Мы сегодня видим, как Сатана преуспевает в этом мире и как он беззаконен, вытесняет праведность, как нечестие преобладает на земле. И Слово Божие нам объясняет, что это все преамбула Армагеддона, то есть решительной битвы между Богом и дьяволом, которой сегодня человечество подготавливается. Безусловно, Господь сегодня объясняет нам, как мы должны вести себя в этом мире. Мы должны ориентироваться на высокие библейские образцы. В частности, когда мы открываем Библию, мы читаем о таких праведниках, как Енох, который ходил пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его, потому что он был праведником. Мы читаем о Ное, бытие, 6 глава, 9 стих. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Это значит, он жил так, что он всегда ощущал на себе Божье лицо, Божий взгляд. Как Давид говорит в Псалме 15 стихе 8, «Всегда я видел пред Собою Господа, Он одесну и меня не поколебрется». Не только тогда, когда луна или звезды в ночное время, словно некие веб-камеры устремлены на Землю, в частности, на нас. Но и во всякое время. Вот Господь сегодня мониторит ситуацию на Земле. Он читает содержимое наших сердец и видит, о чем мы размышляем, что составляет, если можно так сказать, измерение нашего сердца. И хорошо, если это праведность. Праведность была у этого Ноя в то время, когда мир, распутствуя, до того дошел, что стали рождаться мутанты или гибриды в результате прелюбодейных связей. Точно так же Бог был и во дни Лота. Мы читаем, что Лот поселился, правда, по своему выбору, в районе Содома и Гаморы. Но тем не менее, как сказано во 2-м послании Петра, во 2-й главе, 6-го по 9-й стихи, «всей праведник» имеется в виду Лот, «живя между ними», то бишь садомлянами, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых. Есть благочестие, есть нечестие. И благочестие – это хранить себя неоскверненными от этого мира, от того мира, который пытается внедриться в наше сознание, в наши сердца, с помощью которого дьявол уводит нас в иллюзорный мир виртуальных игр и всякого рода развлечений и наслаждений, отнимая у нас драгоценное время и перспективу исполниться Духом Святым. Дух Святой не будет наполнять то сердце, которое не наполняется Словом Божьим. И если мы хотим исполняться Духом Святым, нам нужно молитвенно вникать в Слово Божие и сделать это Слово законом своей жизни, сделать это Слово принципом своего поведения. Вот таким был Лот в развращенном Содоме. Впрочем, как и мы живем в нашем мире, где устраиваются всякого рода гей-парады и наглые демонстрации содомского бесстыдства, мы видим Лота, который был праведным пред Богом, который, будучи посвященным Богу, как и его дядя Авраам, стремился угодить Богу. Мы точно так же можем судить и о таких праведниках, как Иов. Это был человек, который прошел через множество испытаний, но тем не менее не потерял своей праведности. И, брат, открывая богослужение сегодня, напомнил нам из апостола Иакова такой текст, «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Слушайте, наша вера, оказывается, должна быть испытана в огне, в огне всякого рода искушений. Там она тестируется, и там она освобождается от примесей. И тогда действительно мы обретаем терпение и долготерпение, обретаем настоящую праведность. Но для этого действительно вера должна пройти испытание. Вера плюс испытание равняется терпению. Такова формула этого состояния, через которое проводит нас Господь. И мы видим, как через такие испытания был проведен Иосиф, библейский патриарх, который, сказано, был красив станом и красив лицом, но тем не менее подвергался искушениям. Жена Патифара пыталась его соблазнить. И он говорит, нет больше меня в доме этом. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю это великое зло и согрешу пред Богом? Стоя перед этим искушением, он размышляет о Боге, который смотрит на него. Он ходил пред Богом, и он не мог себе этого позволить. Даже если никто бы из людей этого не увидел. Поэтому он оказался в темнице. Но из темницы Господь его выводит, выводит чистого, как золото высшей пробы, 999. И он получает благодать стать соправителем фараона. И более того, возможность облагодетельствовать своих братьев. А когда он умирал, он дал такое завещание. Это в книге «Бытие» записано, 50 глава с 23 стиха. Бог посетит вас и выведет вас из земли этой в землю, о которой клялся Аврааму Исааку Якову. И дальше вынесите кости мои отсюда. Кости Иосифа не останутся в доме египетского рабства. Точно так же и наши кости. Если вдруг и придется нам умереть, они не останутся здесь в земле. Господь их реконструирует, восстановит наши телесные хижины. Как Иов сказал, «А я знаю, что искупитель мой жив, и он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. Я воплотим мою зрую Бога». Он уповал, будучи праведным своей вере, на Иисуса Христа, которого видел воскресшим и себя со воскресшим с Ним. «А я знаю, что искупитель, то есть Христос, мой жив», говорит Иов. И мы благодарны Богу за то, что Бог был с Иосифом, Бог был с Иевом. Бог также был и с Моисеем, который был научен всей мудрости египетской, но тем не менее он был верен Господу. Мы читаем послание к евреям в 3 главе 5 стихе Моисей «Верен во всем доме его как служитель». Так говорит нам священное Писание. И этот Моисей, несмотря на трудности его жизненного пути, на сорокалетнее хождение по пустыне с народом, который противился не то чтобы Моисею, а прежде всего Богу, этот Моисей остался праведником, остался верным Господу, и Господь его преизобильно благословил. Даже в физическом отношении. Он жил 120 лет, и зрение его не притупилось, и крепость его не истощилась. Вот он секрет нашей сочности в Господе. В Данииле мы видим тоже высочайший пример высокоправедного человека. В то время, когда у него было много завистников и врагов, Даниил оставался верным Господу. Он молился Богу не так, как некоторые говорят, делал вид, что заснуровывает ботинки, а он преклонял свои колени. И он три раза в день молился Господу. И Господь его благословил, несмотря на то, что ему много испытаний предстояло претерпеть и в ров угодить с хищниками, с голодными львами. Он вышел оттуда с честью, потому что праведность это действительно броня, которая помогает выйти из такого положения целым и невредимым. Даниил уповал на Господа, и Господь ему удивительное откровение дарова, откровение о Христе. И Даниил, как и Иов, тоже был христианином. И он даже рассказал о смерти Иисуса Христа, имея видение о Духе Святого. Потому что Библия нам говорит, в Данииле был высокий Дух. Высокий Дух это значит Святой Дух. Дух праведности и святости. И это очень важно знать, это очень важно помнить. На уровне Нового Завета мы видим Симеона, о котором во второй главе книги Евангелия от Луки в 25 стихе сказано, тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева и Дух Святой был на нем. Обратите внимание, праведный, потому что в нем был Дух Святой, Дух веры, Дух святости, Дух силы, и вот этот Дух Святой был на нем и делал его праведным человеком. Мы читаем о Тимофее, о котором апостол Павел говорит о том, что его мать звали Евника, его бабушку звали Лаида, и вот даже в какой-то степени наследственным путем он обрел эту веру, которая ведет его праведности. и мы видим, как он ходил тоже пред Богом. И апостол Павел два ему письма написал, два увещевания, которые не теряют актуальности и в наше время. Тимофей имел твердо непоколебимое духовное основание веры как предпосылку для праведности. В нем была чистота и непорочность юности, в нем была предельная занятость служением Богу не развлечениями, какими сегодня увлечены современные молодые люди. И только считается или они считают себя ошибочно, что они те юноши, которые победили Лукао. А вот именно беззаветное, усердное, ревностное служение Господу было свойственно Тимофею. И, конечно же, у нас сегодня больше, чем достаточно этих прекрасных примеров, которые призывают нас к тому, чтобы заполнять наши сердца верой, преобразующейся в праведность. В мир виртуальный вводит сатана неутвержденные духовно души. На мониторах их идет война, врагов там бьют, обстреливают, душат. А на фронтах реальные бои содействуют очередным убийством. Затихли в этих зонах соловьи, петь не желая арии садистам. Течет из ран кровавая река, бьют пушки по гражданским и воякам. Война приносит прибыль бандюкам и удовлетворение маньякам. В мир иллюзорный вводит сатана неутвержденные в писании души. Мозги их виртуальная война, реально обезбоживая, сушит. И те, которые думают, что они таким образом угодят Богу, слишком ошибаются и заблуждаются. Вот почему Бог сегодня и верующим посылает всякого рода испытания, всякого рода стихийное бедствия, всякого рода военные конфликты, для того, чтобы они задумались о том, что по причине умножения беззакония в их сердцах охлаждается любовь. Когда-то Господь ангелу Эфесской церкви предъявил такие претензии. «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Сегодня твоя любовь некоторая превратна. понимают прежде всего как любовь, эгоцентричную любовь к себе самому. Вот, дескать, не хватает у других любви ко мне. А вот Бог сегодня зовет нас к любви настоящей, самопожертвенной, когда человек не о себе думает, а о других, о том, как бы угождая Богу и любя Бога прежде всего ближним своим послужить. И, к сожалению, те, которые требуют от других любви сами, эту любовь никому не проявляют. А если и проявляют, то какую-то крестолюбивую такую любовь своей собственной заинтересованности. Сегодня Господь учит нас тому, что Господь Иисус Христос говорит, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, а еще больше любовь, когда положит душу свою за врагов своих, которые его оскорбляют, которые его гонят, а он в это время радуется и веселится, зная, что велика его награда на небесах, потому что он идет правильным путем, путем праведности. И поэтому мы читаем книги про Каисаи в 26 главе стих 7. «Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника». И в то же время в Псалме 36 в 12 стихе написано «Нечестивый злоумышляет против праведника и скрыжищет зубами своими». Господь сегодня объясняет нам, какое блаженство определено праведником. Даже вот на страницах книги притчи Соломона мы знаем, что сам Соломон хорошо начинал, начинал духом, а закончил плотью. И прежде всего потому, что его сердце склонилось к материальным ценностям. Искушений было много, но он их преодолеть не сумел. Мы читаем цартирский хирам послал Соломону 120 тонн золота. Это более трех тонн. Потом корабль привез из Афира 420 талантов. 10 тонн. Рука царицы Савской принесла еще 120 ему талантов. И потом мы читаем в 10 главе 14 стих в Третьей Книге Царств В золоте которое приходило Соломону в каждый год весу было 666 талантов. Вот такая цифра 666 как начертание зверя. Это значит 16 тонн. 16 тонн золота ему приходило ежегодно. И в конце концов он стал самым богатым человеком на земле. Все цари искали видеть, все несли ему всякого рода дары. И если посчитать на современный долларовый эквивалент сколько Соломон имел, то говорят, что он имел 1 триллион долларов в распоряжении своем и своего государства. Вот такой он был колоссально богатый человек. Но, к сожалению, уйдя в сторону идолопоклонства, а мы с вами сегодня читали 1 Коринфянам 10-7 «Не будьте идолопоклонниками». Он стал поклоняться языческим богам, идолам, всяким там вот, как мы читаем, молохам, хамасам, астартом. Более того, сердце его уклонилось в сторону чужеземных женщин, которых он, может быть, это мотивируя дипломатическими своими амбициями, брал себе в гарем, брал себе в шатер, ну, как Сулейман великолепный в средние века. В итоге стал служить и кодить их божествам. И вот мы читаем в 11-й главе 9-й стих из этой книги царств. «И разгневался господ на Соломона и сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, я отодну от тебя царство и отдам его рабу твою». У Господа есть свои способы вразумления нечестивцев. И, невзирая на то, что этот человек имел дар мудрости, менеджмента для управления народом, он стал злоупотреблять этим даром для своего собственного обогащения и, в конце концов, для того, чтобы свои прихоти удовлетворять. Начал хорошо, плохо закончил. По 70 лет жили Давид и Соломон. У Давида была трудная судьба, войны постоянные, борьба за независимость, всякого рода мятежи, преследования. У Соломона тоже были враги многочисленные, которых Бог воздвигал против него для того, чтобы его вразумить. Но если Давид закончил тем, что царство стало выдающимся, то Соломон закончил тем, что царство его распалось. Вот почему Господь сегодня зовет нас к праведности и не какой-то иллюзорной, а к истинной праведности. Я хочу обратиться к тем же хорошим теоретическим выкладкам Соломона, которые запечатлены в 11 главе притч Соломона в 28 и в 30 стихах. Сначала читаем в 28 стихе. Надеющийся на богатство свое упадет. Вот что и случилось с Соломоном. А праведники, как лист, будут зеленеть. Более того, мы читаем еще и интересный текст в 15 главе притчи, 16 стих. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого расстройства. И вот, наконец, 30 стих из этой 11 главы притчи. Плод праведника древо жизни и мудрый привлекает души. Если человек будет идти путем праведности, праведности Божьей, праведности Христовой, то он будет благословенным во всех отношениях. И в материальном также, не говоря уже о духовном. Вот почему в последней книге Библии в 22 главе в 11 стихе мы читаем «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще и святой досвещается еще». Пусть кто-то иронизирует и смеется над нашим стремлением к праведности, к святости, в том числе и из так называемых верующих людей. Но мы все равно, имея этот прямой путь, узкий и тернистый, путь праведности, будем идти и этим путем. Будем идти путем очищения, освящения и Бога угождения, чтобы получить подобно Еноху свидетельство, что мы угодили Богу. И как бы ни скажетали на нас своими зубами нечестивые, они будут сокрашены Богом. Поэтому пусть Господь благословит нас еще раз в этот десятый день седьмого месяца по принципу повторения мать-учения освежить памяти его обетования. Псалом десятый седьмой стих. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Притча десятая глава седьмой стих. память праведника прибудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. И когда мы проводим праведных людей в последний путь, мы часто читаем Псалом 111 стих 6. Вечной памяти будет праведник. Вечной памяти его сохранится имя, потому что это имя утверждено Богом. И недаром мы читаем еще вот в Малахии в 3 главе 15-16 стихи. Сначала циничное высказывание нечестивых, а затем утверждение вере праведных. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. Так они думают. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о ком? О боющихся Бога и отчтущих имя Его. Да благословит нас Господь идти непоколебимо, мужественно и твердо этим путем праведности, ведущим в жизнь вечную путь праведника. Прям Господь Иисус Христос прошел этим путем и мы идем вслед за Ним. Да благословит Он нас на этом пути, быть верными Ему в нашей вере, потому что праведник верою жив будет. Слава Иисусу Христу за это. Аминь. Аминь.